Офигительные истории из твиттера про Яя Мику и Аята. Да, это мы очень любим. Большой всем тюлени привет, с вами на связи Аркадий и Толкенвейт. Ну, как там наш любимый твиттер поживает без нас? Особенно после новостей о выходе Аята и Яя Мика. Да, действительно, в твиттере взорвалось несколько интересных мыслей и твиттерские большинство не смогло на него не отреагировать. Итак, давайте по кусочкам начнем разбираться. Первая новость. Внезапно некоторые люди стали заподозривать Аята в том, что он является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. А почему такое внезапно заявление у твиттерских пользователей возникло? Да, дело в том, что из-за рукавов костюма Аята. Да, вот эти вот большие длинные рукава, которые есть, представители твиттера посчитали то, что это костюм молодых девушек. Потому что такими рукавами девушки привлекают к себе внимание. Там в Древней Японии, Китае, извините, пожалуйста, не помню где точно. Да, вот именно из-за этого люди посчитали то, что да, у нас Аята пытается привлечь к себе внимание разнообразных мужчин. Но на самом деле не так. Такие костюмы это стандартные костюмы высокопоставленных мужей. Поэтому эта теория сразу же разлетелась и сразу же закончилась. Но в любом случае это говорит о том, что не все мысли в твиттере бывают верными и хэдкономными. Забываем про эту мыслю. Но так или иначе, эта вещь побурлила в твиттере. И там собрало достаточно много лайков и дизлайков, конечно же, тоже которых нет. Окей. Это такая прям маленькая затравочка. Но вот вторая новость понравилась мне гораздо-гораздо больше. А внезапно некоторые пользователи твиттера стали шиперить Аята и Яймика. А как вы знаете, как только начинается какой-нибудь шиперинг, сразу же начинается либо хейт этого шипа, либо же его поддержание. Опять-таки твиттер раскололся на две большие группы. Одна из которых стала считать то, что Яймика никогда не будет иметь отношений с мужчиной. И у них есть, конечно же, одно небольшое такое подтверждение, можно так сказать. Англоязычный стрим, который прошел у нас посвященный версии 2.5. Как вы помните, там в конце произошла такая интересная штука, как чибихагзы. Два чибика, Эй и Мика, попытались типа обняться и со словами чибихагз, с криками. И это вызвало вау-эффект от всех пользователей. И когда к ним попытался присоединиться Итер, там сказали то, что нет, нет, с тобой обниматься мы не будем. И как бы тут понеслось, да? Раз это показали на официальном стриме разработчиков, значит, Яймика точно у нас будет представителем ЛГБТ-сообщества. И на мальчиков она даже и не смотрит после вот такого вот действия. А тут люди внезапно начали шиперить их вместе с Аято, который выходит вместе с нею. Точнее, не вместе с нею, а анонсирован вместе с нею был. И тут просто прям взрывы полетели откуда только возможно. Хотя, в принципе, это было сделано из-за того, что некоторые художники совместили вот эти вот картинки анонсов вместе. То есть Аято и Яймика очень гармонично вместе друг на друга ложатся. То есть нежно-розовый цвет Яймика и голубоватый цвет Аято прям просто шикарно смотрится. С другой стороны, те же самые представители того, что оба персонажа являются ЛГБТ-шными. Потому что, ну, цвета, которые использовались для этих персонажей, да. Ярко-голубой цвет, ярко-розовый цвет. И это типа тоже представители ЛГБТ считают то, что это их ребята, однако, получаются. Да, конечно, можно говорить то, что все, что происходит в головах твиттерских пользователей, это там же и остается. Хэт-каноны это всегда ничем не подтвержденные вещи. И пользователи могут придумать все, что себе возможно в этом твиттере. Но все-таки иногда становится очень грустно из-за того, что вот эти вот люди как раз-таки ведут себя достаточно агрессивно в сторону тех, кто не разделяет их мнение. Именно в этом-то как раз-таки и есть большая проблема вот всех этих канонов, не канонов, шиппингов, не шиппингов. То, что люди просто начинают агрессивно защищать свою точку зрения. И забывая про то, что свобода каждого человека заканчивается ровно там, где начинается свобода другого человека. Поэтому, ребят, давайте жить дружно. Каждый имеет право на свою точку зрения и кидаться на другого человека за то, что он не имеет свою точку зрения. Это чертовски неправильно. Мир труд живачка. Надеюсь, у вас все хорошо. Расскажите, вам понравился ли анонс Аята, нравится ли вам я и Мика, и представителям какого положения вы их считаете. Лично мне вообще пофиг, чем они там занимаются, за них можно играть, и слава богу. А на сегодня это все. Большое спасибо тебе за просмотр, и до встречи в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok